Банк Морской не собирается уходить с рынка банковских услуг Севастополя и Крыма. 17 мая это финансовое учреждение отметит 20-летний юбилей. Решение Национального банка Украины отозвать лицензию у крымских банков, в числе которых оказался Морской и Черноморский банк развития и реконструкции, было предсказуемо. Как уверило руководство Банка Морской, такие меры на вкладчиках не отразятся. В настоящее время финансовое учреждение проходит процедуру оформления лицензии в Центральном банке Российской Федерации. Я бы хотел успокоить всех наших уважаемых вкладчиков и клиентов. На сегодняшний день Банк Морской имеет дорожную карту, которую ему предоставил Центробанк Российской Федерации. В соответствии с этой дорожной картой мы действуем в рамках федерального закона Российской Федерации о переходном периоде в работе финансовой системы Республики Крым и города федерального подчинения Севастополь. Утратившие лицензию Национального банка Украины, Банки Морской и Черноморский банк развития и реконструкции вправе продолжить работу в Крыму до 1 января 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России. Банки Морской и ЧБРР – самостоятельные крымские банки, отделения которых не выходят за пределы региона. Обе кредитные организации заявляли о намерении продолжать работу в регионе и сейчас проходят процедуру оформления российской лицензии. В настоящее время Банк Морской выполняет все обязательства перед вкладчиками. Все операции, которые мы проводили ранее в части приема депозитных вкладов, обеспечения расчетов по клиентским операциям, остаются актуальными. С единственной поправкой, что сейчас у нас нет возможности осуществлять взаиморасчеты по клиентским платежам в валюте Украины гривне. То есть мы сейчас полностью переходим на осуществление платежей в рублях Российской Федерации. Все вкладчики получат возможность перевести гривневые вклады в рублевые. В настоящее время действует специальное предложение. Перевести гривны в рубли можно по курсу 3,8. Возобновило работу отделение Банка Морской на северной стороне города и в ближайшее время еще одно откроется в Балаклаве.